реальность нужно воспринимать без розовых очков зачем лукашенко встречается с российскими губернаторами санкции не ослабляют режим не стоит обольщаться словами зеленского про белорусов которые против россии легитимность после двадцать пятого года советы дем силам и многое другое в разговоре с бывшим белорусским дипломатом ныне старшим исследователем центра новых идей павлом мацукевичем павел лукашенко появился на публике не в самом лучшем виде к чему такая спешка показать отретушированного самоназначенного не уж то ебатьки не пережили бы без своего хозяина еще парочку дней ну я думаю что все таки важно ему самому было важно я думаю что это решение его возможно ему подсказывали и служба собственная подсказывали те кто имеет доступ к телу что это необходимо сделать потому что пошли кривотолки пошло брожение умов даже так сказать в собственном лагере среди ебатик вот и нужно было успокоить успокоить людей вот и каким-то образом показаться и поэтому я думаю как только вот возникла эта возможность нашелся нашли повод или придумали повод и показали его ну да кому-то он показался таким каким рассказываете вы а кто-то возможно на той стороне среди ебатик увидел что вот вождь живой слава богу жизнь продолжается все нормально павел сразу уточню про брожение которое вы упомянули вы близко знакомы с системой вертикали управления насколько на ваш взгляд возможные брожение среди самых приближенных лукашенко нужно ли лукашенко показываться не в лучшем виде перед самыми верно подданными чтобы они не замышляли что то этакое но мне сложно если честно представить чтобы там замышлялась что-то такое эдакое тем более по после ну прошло в общем несколько дней хотя как говорится как оценивать и нужно также понимать что в государстве к в котором все является тайной на самом деле ничего не секрет и я уверен что информация состояние здоровья ну точно она была доступна сотрудникам и совета безопасности и администрации лукашенко там и парламента то есть избранные ей владели те кому нужно было знать а те кому не нужно было знать и просто терпеливо ждали потому что ну я думаю 28 лет или 29 уже научили вертикаль терпению ждать новостей сверху и не проявлять ненужной а может быть даже опасные инициативы дем силы пока не было видно лукашенко заявляли про наличие планов на случай скоропостижного ухода лукашенко если действительно по каким-либо причинам самоназначены не сможет исполнять самовзятые обязанности какова вероятности если шанс у белорусов освободить беларуси поставить ее на демократические рельсы и не допустить полной зависимости от кремля да это наверное самый сложный вопрос и я тут скорее придерживаюсь пессимистичного взгляда потому что возможности беларуси во первых очень сильно ограничены россии интересами кремля а демократизация беларуси и судя по всему в эти интересы не входит может быть на каком-то этапе может быть с точки зрения но не знаем мы не знаем как пойдет дальше война и что будет самой россии может быть появится окно возможностей может быть хватка ослабнет и и так далее но пока не ослабла и пока не ослабла хватка самого лукашенко я думаю что до тех пор пока он жив никаких телодвижений в принципе невозможно потому что он в общем создал такие условия которые эти телодвижения исключают ну или за них очень жестко наказывают и то есть это стало очевидно практически я думаю для всех в беларуси насколько опасно опасно быть не согласны поэтому я бы не рассчитывал здесь на какие-то чудеса другое дело что вот это ухудшение самочувствия возможно для самого лукашенко должно быть каким-то поводом задуматься о том а что будет дальше потому что ну все таки у него есть семья дети я не думаю что их будущее его не не беспокоит но знаете как это в жизни бывает вот сегодня ты плохо тебе плохо и ты думаешь о будущем а завтра полегчало и ты уже думаешь ну ладно а может и в двадцать пятом пойду то ну там еще пяток лет а там уже может быть и вот поэтому может может ситуация опять же вот вчера ему ли позавчера ему было плохо и он думал про транзит а вчера полегчало и он уже думает почему бы еще не продлиться в общем да и мы находимся получается в такой зависимости но если не от кремля то вот его желание настроение ну объективно ситуация выглядит пока так оставляет ли европа не нагружая режим новыми санкциями какое-то окно для переговоров и маневра лукашенко я думаю тут какая ситуация с санкциями изначально я думаю практически уверен в этом в европейском союзе были большие сомнения насчет эффективности санкционного инструмента давления именно поэтому они не вводились в августе не вводили сентябре двадцатого года они были введены лишь спустя три месяца после начала вот этих ожесточенных событий в беларуси и причем но многие оценивают тот первый пакет как такой вегетарианский травоядный да но я думаю что это как раз было связано с пониманием того что вот надавить именно и персонально на лукашенко санкционно достаточно сложно можно надавить на страну на экономику выдавить оттуда людей значит но вот как бы где где эта точка давления именно на него или на его ближний труд круг ее фактически нету и не было создано этих точек давления вот за все годы взаимоотношений с западом не было создано такое знаете когда человек зависим от вас вы значит имеете тогда инструменты влияния на него когда независим то увы и получалось так что ну лукашенко 28 лет у власти а лишь дважды посещал с официальными визитами западные страны белорусские чиновники ну на запад не ездили счетов там не открывали ну я говорю по большому так сказать гамбургскому счету это не россия не страны центральной азии то есть там неизвестный случай того что какой-то чиновник купил где-то виллу на женевском озере и так далее или проводил отпуска где-нибудь на дорогих европейских курортах курортах нет это сочи это не знаю турция египет вот вот потолок ну и и закупки в вильнюсе вот и вот и все и проблема это остается санкции ужесточились но опять же я думаю что европейский союз тогда когда ужесточал санкции уже не думал как надавить на беларусь вернее на лукашенко так чтобы не надавить на беларусь это уже были инструменты наказания за посадку самолета европейского за миграционный кризис за соучастие в войне вот это все инструменты наказания но и опять же если оценивать их эффективность то мы видим что работают побочные эффекты как бы санкционное давление используется идет на руку кремлю это он использует его в своих целях и кон разворачивается экономика в сторону россии общем эту тему долго можно можно продолжать поэтому для меня с моей точки зрения этот инструмент ну как минимум ущербный то есть я бы этот препарат не применял вот именно в белорусском случае в белорусских реалиях если бы если бы удалось обеспечить глобальные санкции на уровне совета безопасности он когда все страны от россии до китая присоединились бы к санкционному режиму в отношении беларуси это была бы совершенно иная история и мы бы имели покладистого лукашенко который бы уже выполнял я уверен требования какие-то требования запада ваша фраза когда человек независим на него нельзя давить это вот стоит расценивать как комплимент лукашенко или как претензию к слабой политики запада который не рассмотрел или не досмотрел то что происходит в беларуси это он оказался независим для одной стороны но зависим для другой и за последние три года эту зависимости увеличил я имею ввиду зависимость от россии довел ее до до критического критического уровня и поэтому у меня в 1 этот счет тоже связаны определенные надежды поскольку он не желал делиться с властью с белорусским народом я думаю что у него нет желания делиться своей властью и с кремлем и на на это можно сделать ставку какую-то поиграть на определенных противоречиях на его желание неутомимое не утоленное не утоленном не удовлетворенном желании власти я бы так сказал здесь нет никаких комплиментов это просто констатация как бы предлагаю воспринимать реальность она жестокая но все-таки такой какой какая она есть без каких-то защитных очков солнца защитных очков до розовых иначе но мы рискуем и дальше продолжать копать могилу мы думаем что копаем могилу для лукашенко на самом деле закапываем у беларусь как бы пафос на это не звучал павел еще раз готов ли запад пойти на переговоры с лукашенко и что может потребовать запад и на что готов пойти лукашенко ну во-первых о готовности я думаю скорее ну можно себе такое представить потому что эпизоды этих раз к разговоре фрагмент этих разговоров были дважды звонила федеральный канцлер германии ангела меркель было было значит звонил президент франции было было другое дело что сейчас ну они во многом пошли ва банк рисковали своей репутацией но президенту франции повезло он переизбрался то есть от него в общем не убудет если позвонить снова я думаю что лукашенко в общем является достаточно типичным диктатором с которым соответственно можно обсуждать абсолютно все что не касается его власти и нужно обсуждать я думаю потому что ну не за горами избирательная кампания 2025 года и в общем встает вопрос а что мы будем делать или как какова позиция скажем западного мира по отношению к этому делу то есть можно ну хотя бы обсуждать или ставить вопрос его не участие в ней о транзите власти допустим в обмен на какие-то гарантии для него но чтобы каким-то образом сдвинуть эту эту ситуацию с мертвой точки она в общем можно было бы это все не обсуждать если бы в белорусских тюрьмах не сидели люди в огромном просто количестве измеряемом тысячами вот сидели не за что не умирали там ну тогда можно было бы вот как бы ничего не делать и не желать общаться с лукашенко не так сказать не пытаться решить каким-то образом белорусскую белорусскую проблему проблема она существовала она не решилась за эти три года она только усугубилась еще и тем что началась война россия развязала войну это все чрезвычайно усложнила ситуацию ограничила возможности опять же западного мира потому что европейский союз полностью практически погрузился но по крайней мере и вот так сказать ключевая страны в решение в решении этой проблемы и тут для белоруссии в общем не находится не находится места а время играет на руку в общем лукашенко политики в европе в западном мире имеют свойство сменяться а он остается как константа понимаете в этом мире скоро станет возможно старейшим политиком или так сказать в нашем в нашем регионе вот чем он наверняка и гордится по крайней мере когда приезжают на саммиты снг он не упускает случая сказать что он теперь вот в числе старейших и мудрейших режим лукашенко может пережить режим путина я думаю что лукашенко делает для этого все возможное я думаю что вот интенсивные отношения с регионами россии а только в двадцать втором году в беларуси побывала ну порядка свыше двух десятков ну два десятка губернаторов до которых он принимал лично как глав государств и я думаю что он на этих встречах решает не только экономические проблемы там продвигает белорусский экспорт что в общем понятно потому что ну допустим товарооборот с санкт-петербургом два с половиной почти выше двух миллиардов огромные огромные деньги свыше там торговля или белорусский экспорт в регионы россии в 30 случаях превышает 100 миллионов долларов то есть есть ради чего как бы с точки зрения экономики встречаться но там не только экономика там политика он обеспечивает себе я думаю этими встречами лобби на случай изменений кремле если что-то пойдет не так начиная от каких-то ну пока кажущихся невозможных сценариев с отстранением путина от власти или его смертью вот на на всякий случай стелит себе себе соломку он пришел раньше к власти я думаю рассчитывает пережить путина сейчас идет дискуссия в конвенционном совете на тему обмена политзаключенных на ослабление санкций поставлю вопрос может быть грубовато стоит ли торговать политзаключенными с режимом но если он готов к этим разменам почему нет для меня ну как бы жизнь человеческая важнее свободы человека важнее повторюсь люди там сидят совершенно не за что и их нахождение в тюрьме белорусской никак не приближает перемены в беларуси поэтому если есть варианты обмена то было бы прекрасно другое дело что те кто это обсуждают никакого влияния на этот процесс к сожалению не имеет просто констатируем констатирую данный факт этот вопрос может могут решать западные страны европейский союз соединенные штаты и тогда когда у них была мотивация заниматься этим вопросом предметно они отходили от своей политики санкционного давления и изоляции режима они вступали с ним в контакт и решали положительно судьбу конкретных людей ничего плохого в том что наталья херши или кто-то еще кто вышел по результатам этих контактов на свободу лично я не вижу это никак не ослабила протестное движение наверное усилила тем более что в белорусских тюрьмах в общем сидят те да там том числе те кого действительно опасался белорусский режим то всех кого режим не боялся им в общем-то всем дали возможность выехать или выпихнули из страны вот те кого действительно режим опасался тех посадили еще спрятали до выборов да поэтому ну если проблема сейчас заключается в мотивации в желании отдельных стран или политиков которые имеют вес заниматься этим вопросом белорусским включаться в контакты с лукашенко потому что ну в общем на этом деле можно погореть потерять репутацию лишиться должности есть пример если вы помните с председателем международной федерации хоккея ну приехал минск вроде можно было там обменять чемпионат на освобождение какой-то части людей или кого-то да вот но один неудачный снимок объятия и все человек карьера закончится ну хотя вону как мы знаем он неплохо устроился где-то часто работает с россией не вот но 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 тем не менее тем не менее он был в общем предан общественной анафеме практически сразу уже как только вступил ногой на белорусскую землю и заикнулся про чемпионат мира по хоккею в беларуси недавно появилась фотография как тихановская пожала руку зеленскому до этого зеленский высказался в позитивном ключе про белорусов что происходит я кстати не столько вот про рукопожатие на такое немножечко формальное а вот что происходит в плане того что зеленский вдруг обратился к белорусам так как нам понравилось я бы не сильно придавался мой этому значит то есть это важно то что говорит зеленский потому что это воспринимается украинским обществом или воспринимается в украине ты сигнал для украины для украинцев как относиться к белоруси к белорусам проблема заключается в том что он сделал свое заявление насколько я понимаю в интервью итальянским семье и долетела ли эта информация до украины то что она была растиражирована растиражирована в белоруссии но это понятно явилась бальзамом на душу многих кто расстраивался по поводу того как украина относится к белоруссии к белорусам но долетела Дошла ли эта информация до украинцев? Станет ли это устойчивым трендом? Большой вопрос. Почему? Потому что разве что-то в Беларуси поменялось за это время? Произошли какие-то принципиальные изменения? То есть здесь что-то связанное с восприятием, возможно, самого Владимира Зеленского. И это восприятие, соответственно, тональное содержание заявлений может точно так же вернуться в обратную сторону, к тому, что было. Поэтому я бы предложил не обольщаться, чтобы потом не расстраиваться снова. До сих пор, пока война не закончилась, я боюсь, что мы счеты, личные, так сказать, счеты и обиды с Украиной никак не сведем к какому-то общему балансу. И в этом смысле рукопожатие я бы вообще рассматривал отдельно. Там был формат такой мероприятий, что я думаю, что и Владимир Зеленский, и Светлана Тихановская за тот вечер пожали очень много рук, потому что это, в общем, было неизбежно. И поскольку это не было некой встречей на полях мероприятия, они не договаривались о ней, не планировали ее, то ничего, в общем, в этом значимого нет. И никакого изменения, по крайней мере, в позиции президента Украины по отношению к демократическим силам я в этом пока не вижу. Павел, с чем подойдут демсилы к выборам 25-го года? Ну, наверное, нас ждут дальнейшие трансформации демократического движения, находящегося в эмиграции. Главный вопрос, что делать дальше после 2025-го года, потому что легитимность, о которой много говорилось в последнее время, она заканчивается тоже в 2025-м году. И, возможно, я думаю, что может быть найдено решение с вопросом легитимности, может быть, формат координационного совета позволит обеспечить легитимность тому же, что есть сейчас, лидеру демократического движения или избрать кого-то нового. Но все равно все это процессы на периферии, по крайней мере, с точки зрения сегодняшнего дня. И, к сожалению, влияние возможностей и влияние на ситуацию в Беларуси уменьшается. Или их вообще почти нет уже сейчас. И полагать, что они каким-то образом появятся, у меня нет оснований для таких прогнозов. Почему? Потому что прошло три года, а в общем и целом демократические силы действуют так, как будто на дворе сентября 2020 года. Ну, только что не призывают людей выходить на улицы, понимая все риски. Поэтому, если ничего принципиально не изменится в стратегии, в поведении демократических сил, то рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, наверное, будет сложно. Павел, учитывая весь ваш опыт работы на госслужбе, видение ситуации вот на данный момент, какие действия вы предприняли бы на месте Светланы Тихановской? Или что бы ей посоветовали в плане действий на ближайшее будущее? Ну, это очень сложно оказаться в... Опять же, я об этом... Вы задали вопрос, и я об этом буду судить, находясь в своем положении, не зная всей ситуации и всех возможностей. Но, в принципе, мне кажется, что акцент все-таки должен несколько быть смещенным. Не нужно быть главным затравщиком санкционного давления на Беларусь. Ну, даже исходя из того, что, в общем, таким способом привлекаются проблемы на голову Беларуси и белорусов. То есть, с точки зрения политического будущего этот бумеранг потом вернется и ударит очень больно по тем людям, которые сегодня это инициируют и поддерживают. Мне кажется, важным сделать акцент на создании какого-то политически положительной повестки, вернее, да? Всего того, что касается облегчения жизни и условий для белорусов, как внутри страны, так и оказавшихся за ее пределами. Причем для белорусов, оказавшихся за пределами Беларуси, кабинет и офис как раз-таки могут сделать очень многое. И поэтому, если бы можно было бы кабинету и офису немножко отодвинуть в стороны свои амбиции, сказать, ну вот мы сегодня, честно признаться, мы не можем повлиять на ситуацию в Беларуси, но мы можем повлиять на жизнь людей, которые вынуждены были покинуть Беларусь, да? И поработать над условиями для них. Это было бы очень важным треком. Затем работать над условиями для Беларуси, для белорусов. То есть я большой не вижу пользы, вижу только вред в попытках изолировать страну, создать из нее своего рода такую консерву по северокорейскому образцу. В условиях этой консервы люди не демократизируются, да? Они не станут... То есть там получается ситуация обратная. Ебатьки растворяют вот этот весь протестный потенциал. А то, что не удается растворить, помогают растворить или добить милицейские дубинки и репрессии. Это дело все нужно как-то развернуть. Нужно не закрывать страну, нужно ее каким-то образом открывать. Восстановить, наконец, коммуникацию. Поработать над вопросом восстановления авиационного сообщения. Ну не желают, допустим, западные компании по своим соображениям безопасности летать в Беларусь. Ну пусть летает Белави. Потому что в конце концов это в общем в интересах людей, в интересах коммуникации. Работа с чиновниками. То есть проблема санкционного давления заключается в том, что в санкционные списки попали люди, которые занимались в последние годы либерализацией Беларуси. Продвигали какие-то либеральные реформы. Они тоже оказались в санкционном списке. Как можно рассчитывать на какой-то там раскол элит и так далее. То есть в общем я думаю, что нужно было бы, на мой взгляд, полностью изменить политику на диаметрально противоположную и стимулировать контакты Запада с Лукашенко, чтобы решать конкретные вопросы, связанные с освобождением людей, прекращением репрессий. Понятно, что в этой работе нет никаких гарантий, успех не гарантирован, но это было бы важным. Нужно, на мой взгляд, стимулировать возвращение в Беларусь послов, прежде всего американского посла. Потому что этот вопрос в общем независимости и суверенитета Беларуси. Может быть, возвращение того или иного посла позволит освободить кого-то, в том числе из тюрьмы. По крайней мере, это тоже можно обменивать на какие-то важные для Беларуси вещи. Все это звучит непопулярно, но мы в такой ситуации находимся, когда популярных или таких приятных решений нет. Ну а самое главное, нужно просто признать ту действительность, которая есть. ее принять такой, какой она есть, оценить свои возможности, свое место в этой ситуации и действовать соответствующим образом. Друзья, на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Как всегда, напоминаю, что ваши лайки, комментарии, репосты, если, конечно, это для вас безопасно, это все очень здорово помогает продвижению видео. Помните, что в комментариях желательно употребить хотя бы 7 слов, чтобы он был немного подлиннее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.